Итак, гость нашей студии сегодня директор издательства МК в Бурятии Николай Васюткин. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Николай, завершилась итоговая конференция, итоговое совещание администрации города Улан-Дэ, где руководство отчиталось о проделанной своей работе. Какую бы оценку вы поставили администрации города Улан-Дэ? Ну, по крайней мере, в этом году такая особенность онлайн-трансляция. Немножко перед тем, как к вам прийти, я еще почитал. Но скажу одно, конечно, доклад мэра очень скуден, по большому счету. Не так много он моментов отметил. Раньше он как-то более был позитивный, более, так скажем, много моментов было таких. Ну, а здесь, конечно, он больше остановился от таких проблемных вопросов. Ну, видимо, может быть, и где-то похвастаться не так много можно. Но, тем не менее, оценив его по пятибалльной, да, шкале я бы поставил, мол, тройку. А как вы думаете, почему вдруг позитив пропал? Я не знаю, но поймите, то есть город Улан-Дэ не может просто жить культурными мероприятиями, да, вот как 350 лет там провели и так далее. Город продолжает дальше жить, и город хочет, чтобы, и горожане хотят, чтобы в первую очередь оказывались нормальные коммунальные услуги. Вопрос-то из жизнебеспечения их решался, благоустройство вопрос решался, вопрос, это, скажем, с получения социальных услуг, да. Вот, но в этой части я бы не сказал, что город прямо сильно активно продвинется. Есть, конечно, таких ряд, таких положительных моментов тоже, их нельзя обойти, да, наконец-то у нас парки эти реконструированные, да, и более приятно зайти в них, пройтись, отдохнуть. Вопрос, конечно, эффективности использования бюджетных средств, но это другое совершенно. По факту мы имеем два парка, по крайней мере, да. Есть еще ряд других объектов, где вот произошло, вот Линховоина, да, вот тоже с этим проектом, но долго работала администрация, долго меняли законодательство для того, чтобы даже изъять у кого-то там живые дома и так далее, да. Ну, все равно, как бы, какие-то моменты были, но самое-то важное, но в другом, мы же с вами не будем же на улице Линховоина жить, да, это как бы так. Это ладно, в лучшем случае, может быть, с вами придем там отдохнем, да, насладимся красотой, но дальше-то придем-то в квартиру, где в этом году было очень холодно, по крайней мере, поедем на маршрутке, которая стала дороже, но качество оказыванных услуг, оно желает, по крайней мере, лучше. А когда будем подходить к дому, мимо пробегут, там, дай бог, просто пробегут стая, там, бродячих собак, на самом деле. Вот, и вот эти все вещи, как бы, город и должен решать, как бы, по большому. Так ладно, дай бог, чтобы мы прошли с вами посвященные территории, вот, а не в потемной улице. Поэтому город, если рассмотреть, у него большое количество, комплекс таких проблем, да, и я тоже вот иногда условно делю город на две части. Первая, эта часть, это многоквартирная, где живая застройка, у них свои проблемы, на самом деле. У них связаны вот именно с коммунальными проблемами. И вторая часть, то есть теплом, как вот мы в этом году замерзали, ну, на самом деле, мы все замерзали. Было холодно. Все почувствовали, думаю, в этом городу. Я не знаю, как ТГК будет смотреть глаза, так далее. Пригласили, как не пригласили на отчет вот этот. Ну, наверняка их позвали. Позвали, да. И как многие уландынцы, наверное, которые присутствуют, спросили. Программу я их не видел, чтобы они отчитывались за этот год. Так вот, но, тем не менее, я думаю, что много проблем, которые город, может быть, и не решил, но попытался, по крайней мере, решить. Понятно, работает также программа по богоустройству территории. Ну, где-то заасфальтировали, да, придомовые территории, но тоже идет работа. Поэтому я говорю, что есть такой тоже момент, что сказать, что мэрия плохо работала, абсолютно плохо, и нужно все уже, как говорится, отзывать, ставить крест и отзывать там мэра, да, на самом деле. Вот, как может, например, в Кяхтинском районе произойти, да, в ближайшее время. Так вот, либо, допустим, ну, и нельзя сказать, что прямо все было хорошо. Именно хорошо. Поэтому тройка, ну, а если город, конечно, будет сегодня, городсовет будет оценить общественность на две оценки. Неудовлетворительная или удовлетворительная. Поэтому я думаю, что вот эта оценка должна быть удовлетворительной, но с натяжкой. Поэтому в этой части, конечно, ответственность мэра очень большая. Я думаю, вот иногда анализируя, может быть, есть мысль даже менять систему муниципального управления, вернуться к той, которая была, когда мэр был руководителем администрации города. Может быть, надо задумываться. Уже через каких-то два года, да, у нас будут выборы мэра. Быть хозяином в городе. Да, и должен быть все-таки хозяйственник. Понятно, разрывать, так скажем, резать ленточки хорошо, хорошо ездить, да, по другим странам и так далее. Но в первую очередь нужно решать городские проблемы. Ну, где-то мы решаем, где-то позволяют деньги, где-то не позволяют. Поэтому мы у мэрии очень много работаем. И, в частности, по своим доходам надо подумать еще, где можно заработать еще денежных средств, чтобы реализовать какие-то программы. Спасибо большое, что пришли в нашу студию и ответили на наши вопросы. Мы продолжаем выпуск новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова